Зачем в AlexNet используется функция активации, которая называется ReLU? Функция активации, которая называется ReLU, используется вот для чего. Допустим, у нас есть несколько слоев, в каждом из которых функция активации — это сигмоиды. Производная сигмоиды равняется сигмоиду умножить на 1 минус сигмоиды. Максимальное значение производной будет равно 1 четвертой. В случае, если у нас идет несколько сигмоид друг за другом, то у нас очень сильно уменьшается производная от одной сигмоида к другой. То есть, если у нас есть сеть, которая состоит из n подряд идущих сигмоид, то производная функции потерь по х будет меньше либо равна, чем производная функция потерь по выходу из сети умножить на 1 четвертую в степени n. Вот это явление называется затуханием градиента. То есть, даже если у нас сигмоида не находится в зоне, где у нее градиент почти нулевой, даже в этом случае у нас очень сильно от одной сигмоиды к другой сигмоиде затухает градиент. Если у нас 5 сигмоид, то на выходе градиент затухнет уже в 1024 раза. А если у нас 10 сигмоид, соответственно, на выходе градиент затухнет уже больше, чем в миллион раз. Поэтому, если мы будем применять сигмоиды, то у нас глубокие слои в нейронной сети учиться не будут, потому что производная до них просто не доходит. Эту ситуацию частично решает функция активации, которая называется тангенс. Тангенс в некоторой литературе тоже называется сигмоидой, однако это модификация сигмоиды. И она выглядит вот так. Это e в степени x минус e в степени минус x делить на e в степени x плюс e в степени минус x. Производная тангенса гиперболического, это будет 1 минус гиперболический тангенс умножить на 1 плюс гиперболический тангенс. У гиперболического тангенса есть следующие свойства. Тангенс гиперболический больше, чем минус 1, меньше, чем 1. И при этом в нуле тангенс гиперболический равен нулю. Самое большое значение по абсолютной величине производной будет происходить тогда, когда аргумент х будет равен нулю. Таким образом, максимальное значение тангенса гиперболического будет равна единице. В результате мы как будто бы решили проблему затухающего градиента. Однако, когда у нас происходит обучение, у нас некоторые тангенсы гиперболические выдают значения, которые очень далеко находятся от нуля. А гиперболический тангенс ведет себя приблизительно так же, как сигмоида. То есть он стремится к минус единице на минус бесконечности и к плюс единице на плюс бесконечности. То есть выходит на плату. И вот в этих областях производная приблизительно равна нулю. Таким образом, когда сеть уже достаточно обучилась, тангенс гиперболический будет занулять градиенты. Если у нас есть последовательность из гиперболических тангенсов... И при этом на входе у одного из этих гиперболических тангенсов достаточно большие значения... Например, вот здесь. Или вот здесь. То этот гиперболический тангенс при обрастном распространении ошибки будет домножать весь градиент на ноль. Соответственно, возникает опять же проблема затухающего градиента, что некоторые тангенсы гиперболические просто берут и зануляют весь градиент. Соответственно, опять же, глубокие слои у нас не учатся. Вот функция активации RELU у нас пытается решить эту проблему. И проблему она решает следующим образом. Во-первых, что такое RELU? RELU это сокращенно Rectified Linear Unit. Что это означает? Это означает, что когда х больше нуля, то есть вот этот аргумент значительно больше нуля, то у нас RELU будет равняться х. А когда меньше нуля, то RELU будет равняться нулю. Иными словами, функция выглядит следующим образом. При значениях меньше нуля это точно ноль, а при значениях больше нуля это вот такая линейная функция. Соответственно, только в половине случаев у нас зануляется градиент. Только вот здесь. А когда у нас значение больше нуля, градиент всегда будет равен единице. И таким образом мы частично решаем проблему выхода функции активации на плату.